Так проходят уличные тренировки. Солнышко, горизонтальное подтягивание, флажок. Эти сложные элементы участники движения воркаут выполняют на турниках и брусьях. Для этого подходит любая спортивная площадка во дворе. Уличные тренировки – альтернатива дорогим фитнес-клубам. Чтобы заниматься воркаутом, не обязательно быть профессиональным спортсменом. Главное – желание. В принципе-то оно несложно, просто нужно упорство, сила воли. Ну и как бы хорошие друзья, чтобы подстраховали, помогли. Александр Пищик – один из организаторов движения воркаут в нашей стране. Более пяти лет парень тренируется на улице. Сейчас он даже придумывает свои оригинальные элементы. Спортом Александр занимается с самого детства. Увлекался тайским боксом и паркуром. Спорт – это как и жизнь. То есть ты ставишь цели, то есть в спорте ты хочешь выучить какой-то новый элемент, ты над ним работаешь, ну спустя некоторое время ты его как бы делаешь, так же самое и в жизни. Надо ставить цели и их добиваться, и всё будет отлично. Движение «Стритворк Аут» возникло в Америке. В Беларуси оно появилось около пяти лет назад и моментально стало популярным. Здесь нет ограничений по возрасту. На уличные тренировки приходят малыши шести лет и пожилые мужчины. Всё-таки молодёжь нужно как-то тянуть к здоровому образу жизни, чтобы они не собирались какими-то компаниями, пили пиво там где-то, курили, а как-то жили более активной жизнью в спорте. Тут общения много очень, новых друзей, знакомства. Это очень просто хорошая альтернатива там каким-то компьютерным играм тем же самым. Здесь, во-первых, общение приходишь. Очень интересно и организовано. Много общения, людей. И действительно много новых знакомств. Но мне это больше по душе нравится. И так неперенуждённая обстановка. На уличных тренировках можно встретить даже девушек. Маше 16 лет. Большой теннис, акробатика, плавание, футбол. Она перепробовала разные виды спорта. Последние два года посвятила воркауту. С виду хрупкая девушка наравне с парнями выполняет сложные элементы и занимает призовые места на соревнованиях. Самое сложное, скорее, это заставить себя что-то делать. Если ты заставил себя делать через боль, через пот, когда у тебя всё ломит тело, тогда ты победил, считай. Тогда ты силён, тогда ты уже преодолел самого себя через немогу. Тогда ты многого чего достигнешь. Скоро в столице напротив Дворца спорта появится специальная площадка для уличных тренировок. А в планах организаторов движения Workout – проведение международного чемпионата. Белорусские уличные спортсмены смогут помериться силами с конкурентами из других стран.